Ликбез для политически грамотных пашинян озвучил вопрос, может ОДКБ хочет выйти из Армении? Спикер Айлен Симонян спросил, может ОДКБ решала покинуть территорию Южного Кавказа? И никто не провел для этих политически грамотных представителей власти ликбез на скорую руку о том, что организации договора о коллективной безопасности никогда не в Армении, ни на Южном Кавказе не было, чтобы оттуда выйти. Если, конечно, не путать озвученное на днях предложение о мониторинговой миссии на армяно-азербайджанской границе с военным присутствием. В Армении было и есть российское военное присутствие, а членство нашей страны в ОДКБ интересует только западных хозяев Пашиняна, которые надеются, что их марионетка повторит трюк с дискредитацией организации, которую в мире называют не иначе, как НАТО Путина. Пашинян, напомню, нанес сильнейший удар по репутации ОДКБ, арестовав ее генерального секретаря генерала Юрия Хачатурова. На территории ОДКБ вооруженные силы третьей страны. Объявил Симонян, полагая, что в ОДКБ не знают, кто пустил эти ВС третьей страны на территорию Армении, отдав армянским подразделениям приказ не стрелять. А ГИДПРОП режима тиражирует ложные сведения о том, что гарантами невозобновления агрессии со стороны Азербайджана являются США и европейские страны, а Россия обречена на позорное сворачивание спецопераций на Украине на условиях Байдена и Зеленского. На самом деле, в российской спецоперации и в обстановке на Южном Кавказе продолжается этап стагнации, который может быть прерван в любую минуту. Нужно незамедлительно выйти из ОДКБ. Если Азербайджан нападет на Армению после ее выхода из ОДКБ, то это станет сигналом всему миру, что эту агрессию спровоцировала Россия, заявил на этой неделе руководитель общественной организации «Свободный гражданин» Авсеп Хуршудян. Следуя его логике, совсем не важно, что будет в итоге этой агрессии с Арменией, главное, что Запад осудит Россию и, возможно, станет помогать Армении оружием. Сколько оккупантов находится на территории Армении? После 40-дневной войны режим «палец-палец» не ударил для восстановления боеспособности армянских ВС, что привело к оккупации Армении, которая началась 12 мая 2021 года с вторжения 250 человек, которых можно было остановить еще в окрестностях Черного озера. Сегодня никто точно не может ответить на вопрос, сколько азербайджанских оккупантов находится на территории Сюника, Гигар-Куника, Вайотс-Дзора. Когда Пашинян жалуется на оккупацию территории Армении, то ему только из вежливости не указывают на то, что оккупацию можно и нужно было предотвратить сразу. Но Пашинян предпочел потянуть время, дав возможность оккупантам закрепиться сразу на четыре позициях в Сюнике. Потом хвастался тем, что они не стреляют. Позже его соратники стали говорить, что в Шурнухе азербайджанцы у себя дома, а в преддверии досрочных парламентских выборов Пашинян и вовсе объявил, дескать, молодые жители Капана уже не помнят, что здесь был Азербайджан. 500 километров армяно-азербайджанской границы по-прежнему не укреплены. После 12 мая 2021 года Пашинян вел себя не так, как подобает лидеру оккупированного государства. Обратился в ОДКБ не по той статье, запретил солдатам на армянских позициях открывать огонь по оккупантам, заявил, что не будет воевать за 30% Черного озера, и, наконец, адекватный премьер-министр не инициировал бы проведение досрочных общегосударственных выборов в условиях оккупации. Ему говорили, что это нонсенс. Адекватный премьер-министр с первого дня обратился бы к мировому сообществу с призывом оказать давление на Азербайджан. А Пашинян закрывал глаза на то, что оккупанты повсеместно вели строительные работы, прокладывали подъездные пути для переброски тяжелой военной техники, обустраивали позиции, готовясь к прошлогодним зимним холодам. В отличие от граждан Армении, мировое сообщество было прекрасно информировано о том, что оккупация части страны имела место с ведома и согласия человека на посту премьер-министра. Армянские подразделения из Кавсакана и Санасара вывели с его ведома, часть дороги Горис-Капан отдали по его распоряжению. С первого дня оппозиции СМИ ежедневно указывали на то, что оккупанты нарушают права человека и угрожают мирному населению, а Пашинян молчал. Молчал, когда оккупанты убивали армянских солдат и сбивали пастухов, стреляли по школам и жилым домам. Первый раз Никол публично признал факт оккупации накануне позиционной войны 15 ноября 2021 года, почему он молчал шесть месяцев. Полагал, что его молчание приблизит эпоху мира? После агрессии 13 сентября он вдруг проснулся и стал причитать, дескать, караул оккупанты. Свыше 50 позиций, сданных по итогам сентябрьской агрессии, это плацдарм для нового нападения. Не говоря уже о позициях, оккупированных с 12 мая 2021 года, военные эксперты утверждают, что новая агрессия будет начата сразу по трем направлениям. Когда Никол объявил о намерении начать переговоры со своей точки, ему постоянно твердили, что целью геноцидных государств является полное уничтожение Армении. Пашинян отвечал разговорами о приближении эпохи мира и подписании мирного договора, который на 100% в интересах Армении, а недавно вдруг взял и повторил вслед за оппозицией, что Турция и Азербайджан стремятся уничтожить армянскую государственность. Эти запоздалые прозрения привели к исходу жителей приграничных с Азербайджаном общин, которые не верят, что реформа ВС под началом Сурена-Попекяна может привести к усилению обороноспособности воскресения на 500 километров армяно-азербайджанской границы. Эти 500 километров должным образом не обустроены, а режим тратит на новогоднее убранство Еревана 650 тысяч долларов. Еще одну масштабную агрессию Армения не выдержит. 4,5 года планы Эрдогана и образованного конструктивного Алиева целиком совпадали с тем, что делал Пашинян. Еще одну масштабную агрессию Армения не выдержит. Однако все разговоры о том, что пора сменить переговорщика, наталкиваются на вопрос, а если к власти вернутся Кочарян и Сарксян? В самом деле, как же мы, Азгави, можем допустить, чтобы к власти вернулись президенты, при которых Армению и Арцах уважали главные мировые игроки и боялись враги? Разве мы можем позволить, чтобы армянская армия вернула себе боеспособность, а азербайджанцы покинули оккупированные территории Арцаха и Армении? Ни в коем случае. Массового армянского человека так основательно зомбировали, загнав в стойло бастиона демократии, что он уже свыкся с мыслью, что его самого, его мать, жену и детей могут уложить на асфальт, переехать автомобилем премьерского эскорта и сбить в полицейском отделении, а потом бросить на больничную койку. Как же мы можем вернуть Кочаряна и Сарксяна, которые в состоянии уберечь Армению от новой войны и спасти Арцах от этнических чисток? Зачем нам помнить, что при этих руководителях территория Яраблура была в разы меньше нынешней, а матерей погибших героев, полицейские, не избивали рядом с могилами их сыновей, не волокли по асфальту, чтобы затолкать в полицейские автобусы. Как вернуть достойное прошлое, если за 4,5 года в массовое сознание уже вколотили моральный кодекс рабов? Забудем о геноциде 1915 года ради торговых отношений с Турцией, чтобы постное масло стало дешевле. Сделать шаг назад в достойное прошлое непросто. Проще заняться самообманом. Дескать, Пашинян сдал 75% территории Республики Арцах, потом свыше 140 квадратных километров Республики Армения, а теперь армянам больше ничто не угрожает. Массы прячут головы в песок, чтобы не видеть близкую катастрофу. Предпочитают не покидать зону комфорта, покорно повторяя за агитпропом Никола, что геноцид в Арцахе не допустят российские миротворцы, а Алиев не нападет на Армению, потому что США и Франция не позволят. В самом деле, зачем нам возвращать руководителей государства, которых враги боялись как огня, если от нас самих ничто не зависит? Для Кремля и Вашингтонского обкома вполне сгодится марионетка с ярлыком пьяного клоуна.